Владимир Владимирович, вы сегодня первый раз сказали, что за силами самообороны Крыму стояли все-таки российские военные. Я уже намекал на это. Дождь на град уже пролился или мы никогда не узнаем, кто это был? Я думаю, что в ближайшее время не узнаем, но государственные награды, конечно, будут. Вы же понимаете, как это на Западе сейчас развернут, что референдум прошел под дулами российских автоматов. Нет, я знаю и говорил об этом сознательно, но если мы будем честными и объективными, то всем станет понятно, что под дулом автомата выгнать людей из квартиры, из дома и заставить пойти на избирательный участок проголосовать невозможно. А явка 83%. То же самое касается возможного вопроса перевертыша, когда послушают ваше рассуждение о том, что нельзя бросать танки на мирное население, припомнят вам контртеррористические операции на Северном Кавказе, скажут, что здесь тоже антитеррористическая операция? Разница огромного масштаба, и она заключается в том, что на Северном Кавказе мы столкнулись с агрессией международного терроризма. По сути, это были сформированные, хорошо подготовленные банды, которые снабжались и вооружались из-за рубежа. Это большая разница. Владимир Владимирович, ходит слух, что Янукович может появиться на Пасху на Украине. Это слух? Это у него надо спросить. Вы сегодня бросили одну очень интересную калькуляцию. Через месяц вы вернетесь к теме оплаты украинского газа. Через месяц это 17 мая. Это за 8 дней до объявленных на Украине выборов. Это вообще с выбором никак не связано. Мы не связываем экономику с политическим процессом на Украине. Мы просто должны были получить 7 апреля текущего года деньги за поставленный газ в марте. Мы их не дождались. Еще раз повторяю, это 525 миллионов долларов. Ноль. И в принципе, мы в соответствии с контрактом, это, кстати, по самой низкой цене, со всеми скидками. Но, как мы и договаривались, если они не будут платить текущих платежей, то тогда мы переходим на первоначальную формулу определения цены. И она, в соответствии с контрактом, сегодня 485 долларов за тысячу кубов. Мы говорим, что мы могли бы это сделать прямо сейчас, имея в виду даже накопленный долг, уже 2,2 миллиарда долларов. Но мы не будем это делать. Мы не хотим подрывать ни украинскую экономику, ни ставить под сомнение надежность транзита в Европу. Поэтому призываем все европейские страны, все страны, которые заинтересованы в поддержании украинской экономики, включиться в процесс помощи Украине и выработать меры, направленные на финансирование бюджета. Готовы еще месяц подождать. Но мы не можем ждать вечно, не можем перекладывать на российские бюджеты, на российского налогоплательщика, всю нагрузку за содержание 45-миллионной страны. Последние две детальки. Может быть, с Украины начать переход на торговлю в рублях на российский нефть и газ? Да, в принципе, по большому счету это не имеет большого значения. Все равно Украине где-то нужно будет взять эти рубли. Последний. Владимир Владимирович, вы сегодня рассказали удивительную историю про то, как вам приезжал тогдашний датский премьер Расмус. Не я приезжал, а не он ко мне приезжал. Я ездил в Данию. И туда ездил. И он, оказывается, записал этот разговор. А с нынешним новым, ожидающимся новым генсиаком НАТО, господин Столтенбергом, вы тоже наверняка знакомы, это же бывший норвежский премьер. Он таким в ваших памяти не остался? Нет, нет, нет. У нас очень добрые отношения, в том числе и личные отношения. Это очень серьезный, ответственный человек. Посмотрим, как будут складываться отношения в его новом качестве. До конца года изменится отношение России с Западом? Знаете, это не от нас зависит. Или не только от нас. Это зависит от наших партнеров. Я считаю, что нет ничего, что препятствовало бы нормализации и нормальному сотрудничеству. Спасибо, Владимир Владимирович.